итак забрав 2019 продолжаем доделывать вот этого нырка сейчас будем короче все это дело красить посмотрим красить объединять делать за ремеш и потом развертку а потом уже в блендер будем все это дело закидывать с чего я хочу начать я хочу начать сначала с пропеллеров но предварительно значит импортировать так какую-нибудь картинку именно вот этого нырка выберем картинку это модель чья-то раскрашенная классно так текстуры значит подключаем ну вот такой нырок то ли рисованный то ли 3d сны ну хочу вот именно цвет отсюда взять так что тут есть давайте сразу рассмотрим так побольше его поставим то тут пропеллеры серые вот наверное нет будем делать как мультфильме полностью красные серые будут у нас фонари желтый свет присутствует так окна разберемся желтые тоже будут вот эти части так что тут еще красные задние поворотники красные вот эти части тоже наполовину крыло так ну короче цвет возьмем отсюда поставлю сюда пока картинку надо еще одну текстурку именно с мультфильма хочу оригинал так так и здесь вот вы видите что ну в принципе правильно красная полоса там красная не все раскрашенным правильно так это все серое это все желтое значит мультфильме точно так же как и на этой картинке вот цвет будем брать отсюда сначала посмотрим каким цветом тут пропеллеры так вверх значит у них красный это центр красный а сами они серые вот это дело сейчас мы и повторим значит выбираем пропеллеры это закрываем глаз английская выбираем вот они пропеллеры ставим стандартную кисть на rgb зад я сначала хотел конечно раскрасить все это дело как сказать в блендер давайте тут все это дело раскрасим поставим белый материал чтобы видеть реально какой цвет так это все уменьшаем какой-то он темноватый c английская выбираем цвет и вот так все это дело пока закрашиваем так кисточку чуть-чуть побольше ну и не забываем со всех сторон все это дело красить можно shift левая кнопка мыши все это дело закрасить красим пока один пропеллер можно конечно и к симметрию включить так ну и наверное вот этот красный так выбираем красный цвет этот слишком светлый вот этот наверно центр замазываем здесь c аккуратно подкрашим вот эту часть теперь вот эту часть ну и вот эту тоже выбираем c вот этот красный цвет и что сделаем да ну можно вот так наугад красить в принципе нормально должно смотреться как крутится будет так то будет как бы перепад вот этих вот тонов так теперь c здесь тоже подкрашиваем заднюю часть тоже ну чтоб красиво было c выбираем опять же красим красный цвет вот эти пропеллеры ну что-то в таком духе получилось теперь делаем геометрии модифит опозу мира энтвелл и так у этого пропеллера 9000 полигонов принципе для развертки достаточно давайте делаем развертку так это значит в вор тон клон и пусть расшивает таком как сам решит не буду рисовать где должно разрезка быть в принципе тут не столь важно их можно также перекрасить будет в блендер переделать сетку если вдруг что-то ну тут самое главное что 9000 полигонов ну возможно даже многовато можно до 1000 было опуститься но боюсь что в хлам все это дело превратится жмем копии нажимаем на пропеллер нажимаем значит вставить past uvs ну а теперь прикрепляем вот эту всю штукенцию и так текстуры мэп крит ньюфром полипейнт и и сохраняем в ту же папку где у нас все весь этот проект пишем так пропеллер один так и оставляем сохранить и попробуем сделать нормал мап так правильно я буду делать или нет подходит он для блендер именно такой вариант подскажите делаем control д control д и уменьшаем допустим до вторых дивизий этих находить находим юв мап а нормал мэп по пардонте нормал мэп и здесь стоят вот такие вот настройки нужно ли включать это флип р флип г флип б или просто достаточно сделать крит нормал мап вот в чем вопрос вставляем нажимаем на текстуру и экспортируем ее пишем пропеллер нормал так псд вот формат фотошопа сохраняем наверное да вот псд сохранить так ну попробуем для проверки флип вот эти флипы включить и сделать крит нормал мап значит делаем экспорт пишем нормал флип все теперь мне вот эти так пропеллеры в принципе не нужны будут ну чтоб не мешались ладно пусть пока останутся или давайте их лучше удалю раскрасить заново никогда не проблема или импортировать сюда все вот эти модели и заново с ними поработать так жмем cancel жмем на делит и жмем окей теперь что у нас тут присутствует есть крылья первым делом давайте поработаем наверно с нырком самим вот этим потому что тут нужно будет объединять все стенки задние за исключением дверей окна я тоже наверное им как отдельно экспортирую с дверями чтобы можно было с ними потом поработать shift z включаем вот этого персонажа все малюем и подбираем вот этот свет потом так значит ну давайте этот красный c shift z он идет чуть чуть подальше от носа вот эту часть замаскируем вот до сюда кисточку теперь побольше опана control и отключить нужно normal map нажать c английская делаем control и и закрашиваем вот этот нос и к симметрию можно включать чтобы уже симметрично все красить так теперь делаем control и нажимаем на какой-нибудь желтый цвет здесь вот светлый есть темный еще темнее так этот вот так давайте вот этот выберем не а он тоже слишком светлый так значит вот этот c да вот этот вроде пойдет смотрим что внутри тоже все покрасилась зашибись не пропускаем никакой детали все нормально теперь раз все так получилось значит нужно теперь маску снимаем выбираем все саптулы и так значит вот этот первый саптул нырка чтобы не путаться опускаем самый низ и выбираем все детали вот эти крылья хвосты за исключением двигателей теперь н крылья пошли теперь идут вторые крылья теперь выбираем это закрылки мы их не трогаем двери мы не трогаем так теперь вот эти длинные части тоже пошли они вниз что еще тут есть значит так это уже двигателя так это уже хвост хвост тоже уходит вниз теперь н выбираем это уже задняя часть стенка ее тоже вниз двери вообще не трогаем и какая еще штукенция так сначала давайте тогда объединяем нырка это посмотрим что тут за саптул есть мы включим видимость их ну в принципе все вот этот нырок нам и нужен объединяем делаем наш даун и давайте все это дело закрасим интересное крыло получилось ну ничего в принципе прикольно так красим со всех сторон чтобы все было закрашено так теперь что тут находится еще так она выбираем заднюю стенку ну и можно давать ее наверно другим цветом покрасим что ли или ладно уже пусть тоже желтая будет только мой оттенок чуть чуть поменяем сделаем как бы потемнее там же будет света мало помещение ну в самолете и объединим вот это все дело тоже самолетом так теперь нам понадобится воздуха как воздуховоды так а это что тут крыло ctrl d выбираем c и красим крыло полностью вот так вот вот такая штука выбираем воздуховод воздух как он на воздухозаборник где он тут находится а еще пол пардонте пол опускаем пол вниз включаем его и вот пол надо сделать именно уже так давайте серым потому что там по нему будут ходить он должен быть грязный вот что то в таком духе так объединяем его тоже получится так развертку сделать вот таким вот образом нет не знаю так а вот это что такое c так ну это у нас пол да все закрашено что-то я подступил так все нормально и вот у нас пол чуть-чуть тут вылазит и нужно пол обрезать переключаемся на пол ctrl shift и вот эту часть еще больше срежем там панель перекроет так делаем сразу же геометрии мира вот теперь нормально должно быть так смотрим во чуть-чуть вылазит но это мы шифтом сейчас 1 и тут тоже шифтом выгладим так смотрим чтобы пол не вылазил ну получается вот такая штукенция так сразу же добавляем в этот самолет наверное так не знаю пол наверное не я пол отдельно сделаю чтобы не искушать судьбу а вот воздухозаборник опускаем ее тоже вниз так включаем c английская и давайте их тоже в желтый цвет закрасим так вот таким вот образом хорошо красим и объединяем с самолетом это значит merge down есть находим теперь буйки это n так а где они тут а вот он воздухозаборник тоже его опускаем и красим тоже в желтый цвет так ну что то в таком духе да и поправляем что то он тут сбился есть геометрии мира n2l все нормально он поправлен все нормально объединяем самолетом опять же нужно быть внимательным чтобы какую-нибудь деталь другую не присобачить ищем буйки n английская вот они мы их опускаем тоже в самый низ но только не ниже пола так включаем красим x английская это симметрия чтобы два буйка сразу красить смотрим shift z как они тут закрашены интересно так у него идет вверх красный нос красный а низ как бы желтый shift z маскируем и вот здесь вот так ctrl alt значит c английская и закрас закрашиваем буйки вот таким образом теперь кисточку поменьше ставим желтый цвет c мы попробуем тут похимичить так ctrl выбираем окружность вытягиваем и вот так маскируем значит желтый цвет у нас стоит c желтый и делаем ctrl и теперь делаем красный цвет цвет настроение красный так снимаем маску ну в принципе все нормально так что еще можно сделать что у нас тут не хватает буйки есть буйки есть хвост есть так стойка будет отдельно и вот этот весь самолет вот этот весь самолет 12000 полигонов даже даже не надо ему помочь понижать именно вот эту вот сетку а не пардонте 12000 это только вот эти вот буйки так теперь значит объединяем это merge down вся модель вот этот 627 тысяч полигонов так ну и чтобы мозг все это дело не парило нужно выбрать стойку она будет однотонная так где она тут находится так это вот задняя дверь она будет отдельно ну давайте сразу закрасим чтобы потом не искать так есть такое дело так есть такое дело так есть такое дело хотел стойка вот они стойки все нашел значит так теперь ну стойки тут простые опять же две площадки вот эти цилиндр и один цилиндр большой чуть уменьшены посередине так это у нас будет шив з з з опускаем вот такой цвет вот так темный так будет и нужно будет еще потом подкорректировать так геометрия мира энтвел пойдет главное чтоб все это не развалилась вот в чем задача пусть будет хотя бы сто тысяч полигонов лучше децимейтом уменьшить так ну в принципе все вот это сейчас делаем значит так объединяем тоже стойки не хочу их делать отдельно делаем мерчдаун и получается что нужно сделать дубликат делаем дубликат все это дело отключаем через шифт левая кнопка мыши включаем первый саптул и я хочу просто сделать ему так давайте чтобы спаивалась тут ничего не надо давайте за ремеш сразу сделаем так адаптив отключим и попробуем за ремеш так одиннадцать тысяч полигонов вот такая получилась сетка смотрим ну в принципе что все круглое крылья не развалились так единственное что задняя стенка в хлам да а ну-ка да задняя стенка в хлам значит делаем ctrl z и попробуем просто сделать динамеш без выядрежей так делаем геометрии и делаем динамеш а так сетка хорошая одиннадцать тысяч полигонов нормальный самолет бы был но может после динамеша лучше будет делать так динамеш уже 745 попробуем модифить так зеремеш и давайте прибавим вот этот ползунок и подождем еще посмотрим что тут получится задняя стенка все равно в хлам почему так а не иначе значит ctrl z смотрим вообще после динамеш что тут получилось как он выглядит выбираем заднюю стенку она уже не выбирается так значит возвращаемся в изначальный вид вот вот после резки тут вот эти вот полигруппы вот тоже так а что сделать динамеш видите у нее тоже динамеш сделан да если сделаем ctrl w одну полигруппу допустим и зеремеш еще прибавим ладно пусть будет 50 тысяч полигонов или хотя бы 40 может тогда стенка не разлетится так все равно разлетается ну тогда мы ее долой из сердца вон так модифит топологи дел хитрин и сделаем ее потом отдельно ну и вот эту тоже перегородку нужно выбрать тоже дел хитрин значит стенка будет отдельно проверяем нырка и делаем узор мэш тогда ему можно уже понизить эту штукенцию и так 23 тысячи полигонов что с ним произошло смотрим так добавляем теперь цвет и детализацию выбираем нижний этот sub tool делаем так 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 project project так так да цвет тоже прикрепить так ну неплохо вроде не развалился цвет вроде нормальный корпус вроде вид симпатичный 23 тысячи полигонов все нормально. Высокополигональный тогда мы delete ок а низкополигональный делаем ему развертку z-plaginy word on clone clone grab теперь идем опять в z-plaginy и повторяем copy, UVS цветную модель прикрепляем и теперь z-plaginy вставляем все это дело past UVS находим текстуры map и делаем new from polypaint делаем экспорт и так сохраняем корпус добавляем ctrl D ctrl D давайте еще ctrl D до миллиона понижаем divide и попробуем сделать теперь опять normal map первую normal map делаем crit normal map и еще одно делаем только без флиппут этих вот всех крит крит клон тоже пишем normal без флипп так ну и самолет можно теперь удалить чтобы он нам не мешался значит его delete нафиг ну и таким вот образом продолжаем потом я покажу как собрать это все дело и какие детали присутствуют в blender а теперь blender 2.91 и давайте соберем именно вот этого нырка так куб delete камеру свет пока можно отключить единица на нампаде и погнали импортировать так import ops и погнали по запчастям desktop самолет сначала давайте все что есть в начале это двери так двери есть что тут со светом свет присутствует все нормально погнали дальше файл импорт и потихоньку соберем двери сзади так что тут еще есть импорт закрылки двигатель есть подключаем дальше импорт что тут еще будет корпус 11 импорт дальше файл продолжение так это корпус был панель присутствует так я еще штурвал не делал но это я попозже сделаю и уже вставлю ну и тут еще object так панель перегородка надо еще вот эту часть тут добавить какую полоску ну ничего так сетка подправилась вот эту часть только немножко подтянуть подкорректировать ну а так так в принципе неплохой получился в зебраш единство что вычитание плохое прошло ну это уже мелочи тут можно его доделать так перегородка так это у нас уже пол пол присутствует фонари теперь должны быть а пропеллеры так пропеллер импорт раскрашены нет да все нормально файл импорт так стекла вот они стекла стулья тоже есть это стекла и стулья включаем цветность итак после забросов в эту программу в блендер смотрим что у нас получилось так вот эту дверь можно закрыть ну смысле убрать у нас получается здесь пол вот так все заходим выбираем корпус делаем шейтер смут ну уже неплохо так если мы двери сейчас так двери закроем то можем попасть даже в салон туда вот кабина пилота все вот так тут устроено можно еще тут чемоданы какие-то подобавлять так смотрим что то как ну в принципе неплохой получился нырок layout вот такой получился персонаж все в следующем ролике попробую сделать окружение воду анимированную также посмотрим что тут у него с анимацией лопастей ну опять же косточки может вставлю закрылками подвигаем ну что то в таком духе вот такой нырок в сборе вот такой вот вот такой вот теперь опять вот это вот Продолжение следует...